Итак, вторая часть видео, вторая часть, наверное, можно сказать, ответа моего, который я вам дам на следующую часть вопроса, связанного на этот раз с мужчинами. И, как я и обещал, начнем мы с того, что скажем, что ваш отец, он не был, вот знаете, таким слишком волевым человеком, он не был тем, кто мог бы вам как-то оказать достойную поддержку. Ну, вы писали мне однократно, что он много раз бездействовал, что он много раз, ну, вот он не делал того, что нужно, вы не чувствовали его заботы, несмотря на то, что он вам как-то там помогал, да, то есть вот вы говорили, что он раскладывал, ой, прошу прощения, скрипку вам там заменял и так далее. Но, все равно, видимо, вы не могли назвать его достаточно сильным, достаточно таким волевым человеком, который бы мог вас обеспечить, обеспечить всем необходимым. И поэтому вот первичный образ, первичная потребность, она заключается в том, что вы нуждались откровенно вот в таком опекуне, в наставнике, возможно, в человеке, который бы мог о вас заботиться, который бы делал для вас все, что нужно. То есть, по сути, то, что не дадал вам ваш отец. Значит, дальнейшее можно описать так. Вы сказали, что у вас был мальчик, которого вы любили, который ушел в армию и которого убили. Это очень-очень серьезная драма для вас была. Вы почти не раскрываете этих отношений, но думаю, что сама по себе потеря, потеря этого человека, она, ведь любовь, наверное, была первой. И потеря этого человека действительно очень трагичная на вас касалась, очень тяжело вам далось перечить подобное. И если та любовь к мальчику была, как бы это сказать, духовной, чистой, искренней, то любовь, которую вы испытывали к своему первому мужу, это была любовь именно та самая, которую вы описали в своем вопросе в конце, когда резюмировали то, что я вам говорил в предыдущем видео. То есть, вам, вы влюбились в его материальную сторону, в то, что он мог вам дать, кровь над головой, еду, обеспеченность и прочее. И, вы знаете, тут вас подстерегал урок, тут вас подстерегал такой опыт, что мужчины, которые принимают женщину на такой вот основе, они очень редко, к сожалению, вот, вы знаете, простите меня, пожалуйста, за такие слова, но вы не первый человек, который оказывается в такой ситуации. И женщина, которая уходит из дома к мужчине, потому что мужчина, как бы, дает вид, что ей нужно, со временем она, получая это от него, как бы перерастает его. То есть, как бы, становится, удовлетворяяя с ним все потребности, она перестает в нем нуждаться и, как бы, хочет идти дальше. В этом и заключается парадокс таких отношений. Почему парадокс? Потому что, с одной стороны, это то, что вам нужно, если вы этого не получили, у вас были бы серьезные проблемы. С другой стороны, эти отношения такого типа, на такой основе, к сожалению, очень редко способны сохранить свою жизнь и способны, очень редко способны быть сколько-нибудь устойчивыми, несмотря на то, что вы прошли 10 лет, тем не менее, у вас были серьезные очень проблемы, серьезные потрясения, вы были с этим мужчиной, наверное, потому что понимали, что вот на тот момент, на момент этих потрясений, вам просто некуда было идти, вы не были уверены в том, что сможете жить без него, и вы от него зависели. И первое серьезное потрясение, которое вы испытывали, это, безусловно, изнасилование вместе с вашим ребенком. И вы просите здесь вам помочь. Вы знаете, в первую очередь нужно сказать так, что любое подобное физическое воздействие на человека, на женщину, это является насильным нарушением ее внутренних границ, ее личных границ, ее физических границ, это является, как бы, ну, по сути дела, неуважением ее во всех смыслах этого слова. Почему? Мы уже, в принципе, говорили, но это происходит именно так. То есть, самое драматичное заключается в том же, что это происходит против вашей воли, вы не способны ничего сделать, и при этом люди, ну, как бы, не получили никакого наказания за это. То есть, вам, по сути, никак не было воздано, вам не было ничего возмещено, и, собственно, все прошло абсолютно безнаказанно. И, в первую очередь, нужно сказать так, что неуважение к человеку, таким образом, оно происходит потому, что люди не уважают себя сам. Вы пишете, что вы виноваты в этом, вы пишете, что вы притянули эту ситуацию, и, браво вы, от счастья. Никто никому никогда не давал права так поступать, так обращаться к человеку. И то, что кто как эти люди поступили, говорит о том, что они не уважают ни себя, в первую очередь, и ни кого бы то ни было во вторую очередь. Средственные люди, которые не уважают сами себя, они никогда не обретут шерсти, они никогда не смогут быть счастливыми и сделать счастливыми близких других людей и так далее. И, если сейчас они не понесли наказание, то что, ну, точнее, тогда, да, не понесли наказание, то что это значит? Это значит, что люди совершили определенное противоправное деяние. И не увидели, что за это противоправное деяние что-то им плохое будет. Соответственно, они обязательно сделают это вновь, кто-то будет к этому тяготеть в любом случае. И, рано или поздно, они обязательно норвутся на соответствующую противоправную реакцию. И тогда, когда это произойдет, они получат все то, что им причитается, даже вдвойне или втройне. Потому что, ну, это все, как бы, до поры до времени. Вот. Что касается, собственно говоря, ваших переживаний и ваших ощущений, то здесь нужно сказать так. Что, во-первых, двигаться нужно в нескольких направлениях для того, чтобы постараться купировать подобное. Во-первых, направление внутреннее, оно связано с вашими переживаниями. То, что вы действительно не могли ничего сделать. Вы были не способны оказать сопротивлением. И, соответственно, поскольку вы не могли справиться с этим, то нет никакой вины вашей в том, что вы сделали. В том, что с вами произошло. Самое веселое, самое парадоксальное в этой ситуации то, что люди не ватронули вашего духовного мира, вашего духовного я. Они, ну, просто говоря, они действовали с физическим телом. Они действовали непосредственно инстинктами, будучи субъектами природных каких-то стремлений, природных качеств и так далее. То есть, по сути, были природными индивидами. Не социальными, не личностными, а именно природными индивидами. И это то, чего люди в такой ситуации не понимают. А не понимают в основном кто. Вот я сейчас говорю, недавно я сказал, что веселое, потому что люди сами, которые гордятся тем, что сделали, они что-то, вот я ее подчинил, я там смог перед ней показаться мужчиной и прочее. И они действительно гордятся тем, что они сделали. Но, по сути, по факту, то, что произошло, человек, следуя животным инстинктам, да, то есть, по сути, не являясь даже человеком в этом случае, а именно, что животным совершил соответствующий акт, и все. Подчинение, собственно говоря, показ силы, ну, вы, наверное, сами знаете, показ силы, это совсем другое. И к этому люди эти не имеют никакого отношения. Наоборот, они ставят себя в колоссальные, в колоссальную величину ниже, чем вы. И вы, смотрите, после того, что произошло, вы сумели остаться хорошим, мыслящим, духовным, богатым внутренним человеком, который сейчас знает, кто он, куда идет, к чему стремится и так далее. То есть, люди не смогли затронуть вашу духовную сферу, не смогли вас сломать. Но, при этом, они действовали исключительно только с телесной оболочкой, и эта телесная оболочка, она не имеет ничего общего с тем, что обычно называют личностью, с тем, что обычно называют человек, женщиной иногда. То есть, эти люди, они настолько примитивно мыслят, что не понимают, насколько низко они пали, но вы с высоты и вершины своего опыта наверное, сейчас видите, что эти люди мыслят так, ну, они, по сути, сами себя обрекают на смерть. Потому, что они сделали, уже и смерть они пошли по пути деструктивному, по пути негативному, по пути, где отсутствуют усилия, где отсутствует правильный, естественный взаимодополняющий обмен между мужчиной и женщиной, эти люди пошли по пути наименьшего сопротивления, которое ведет к смерти. А вы идя по пути как раз-таки духовному, по пути, который требует усилия работы над собой, вы идете к жизни. И именно этим вы от этих людей и отличаетесь. То же, что произошло, является, как я уже сказал, взаимодействием физической оболочкой, и физическая оболочка абсолютно ничего не значат для людей, которые мыслят духовно, просто потому, что физическое тело для человека богатого внутренне, внутренне это всего лишь просто-напросто такое, знаете, ограничение. Это ограничение и связь с материальным миром. Но поскольку материалы это приходящее, это как бы очень немалерно то и обращать внимание и придавать сколько-нибудь важного значения этому не стоит. Главное, что не пострадал ваш ребенок и вам не были причинены увечья достаточно серьезные и вредные. Но, тем не менее, это еще не все. Поскольку ситуация подобная может повториться, то необходимо, во-первых, овладеть некоторыми навыками, может быть, которые вы не знаете, навыками о поведении в ситуации, которая может обернуться подобным развитием событий. И еще раз повторю, перестать себя винить в этой ситуации, вы никогда не сомневоваты. Это исключительно ответственность полная этих людей. Значит, что нужно делать? Поскольку вы явно в тот момент были неуверен в себе, вели себя как шерст, то как бы так скажем шакал это те, кто ищет слабых, ищет жертв, да, в животном мире, видят именно таких людей. И если вы будете всегда увереннее в себе, если вы будете показывать, что никого не боитесь, то эти люди, будучи трусливыми по натуре, а именно трусость этих людей заставляет их делать то, что они делают, и этим же объясняется и группа, и собственно их поведение это трусливые люди. Они боятся, они боятся всегда, боятся решительности, боятся твердости, и если им показать хоть немножечко силу, то они моментально спущаются и ну как бы потеряют всякий запал. То есть об этом начнутся сомневаться. Вообще говоря, трусливый человек это тот, который сомневается. Вот сомнения, все мнение, постоянные сомнения, мнительности и так далее это и есть как бы предпосылки для трусовки. Соответственно таких людей сомневающихся, неуверенных в себе очень легко перенаправить путем внушения и если вы научитесь внушать, а вы я думаю можете это делать, вы умеете это делать, внушать, что вы знаете, кто вы, внушать, что вы никому не дадите себя вбить, то думаю, что к вам не то, что там кто-то к вам не подойдет даже с благими намерениями люди к вам не подойдут влече сад, просто потому что будут опасаться с вами заговаривать. То есть тут нужно перед зеркалом может быть потренировать выражение лица, мысленно представлять себе какую-нибудь опасную ситуацию и собственно говоря понимая что вы обязаны себя защитить. Конечно в обязательном порядке стоит обрести уверенность в себе еще и физических планов. И для этого очень важно чтобы вы освоили может быть какие-то навыки самообороны, может быть насилие какие-то средства индивидуальной защиты, чтобы просто чувствовать себя увереннее. Это кстати придаст вам необходимую твердость в походке, во взгляде выражения лица когда вы будете допустим идти по улице или там где-нибудь еще. Это придает вам уверенности и снизит до нуля вероятность повторения подобных ситуаций. Далее вы говорите о том что ваш первый мужчина ничего не сделал чтобы вас защитить ничего не сделал чтобы так сказать в основе справедливости это явно говорит о том что он не прошил вами должным образом считая что вы уже никуда не денете и зачем связываться с проблемами если вы все равно принадлежите полностью ему так по крайней мере он думал и уверен что какое-то время это было так тем не менее для вас это было проявлением слабости и здесь бы вам по-хорошему понять что нематериальной ценностью нематериальными благами и не экономической активности мирится мышка и сила но тем не менее это то что является вашей моральной составляющей вашей моральной структурой и здесь мне бы не хотелось как-то вас переубеждать я просто выскажу свое мнение об этом когда буду отвечать на ваш вопрос который вы написали в конце точнее это мои вопросы но я буду отвечать как бы на ваше пояснение которое вы написали и вы увидели что ваш мужчина не проявил должным образом себя и вы не перестали чувствовать себя зачастливым и как бы с ним тоже и отчасти ваш первый муж осуществив помощь оказав вам помощь он вас считал своей собственностью посчитал что вы теперь его и будете терпеть все что угодно логично что отношения подобного рода были обречены и несмотря на то что вы прожили большое количество времени вместе вместе расшлись просто потому что вы чувствовали что этого человека вы переросли вы его переросли вы стали вы как бы удовлетворили свои потребности которые у вас были и тем более вот такая достаточно и деспотичность и ощущение что вы полностью принадлежите ему все это вам безусловно не не нрав далее у вас происходит переоценка ценностей и вы теперь уже изначально за вторым мужчиной опять так вот в чем заключается тонкость второй муж он помогал вам переживать психологические драмы то есть это означает что вы и его тоже использовали для своих потребностей но потребности эти были уже немножечко другого толка другого характера и в большей степени это были потребности уже духовные духовная потребность духовные проблемы психологические проблемы которые вы с помощью мужа как бы сказать купировали пытались купировать они также не имели места быть пока вы находились в поиске себя пока вы находились в том ну в обретении себя далее вы себя обретаете и тут выясняется что на преднем уровне который который у вас с вашим мужем был на этом преднем уровне отношения вам в общем-то не так сильно и нужны то есть вы вроде бы с ним все вроде бы хорошо но вы чувствуете что мужчина за это время пока вы себя не обрели полностью привык балагаться во всем на вас и считает почему-то что вы должны решать у него его проблемы далее происходит так что мужчина понимая что вы за него делать ничего не будете но тем не менее ощущая поддержку он поднимается добивается чего-то с твердлой колоссальной уверенностью в том что вы ему для этого ничего не дали то есть все это полностью целиком его заслуга вот примерно как например военные например фронтовики считают что они победили армую они победили в войне но при этом при этом не менее военную победу одержали тыловики то есть женщины то есть те которые занимались поддержкой этой самой армии армии ее фрошу и так далее и вот так же и ваш мужчина он он был вынужден расти и подниматься он был вынужден чего-то достигать и он теперь уверен что он сделал это сам это его заслуга вы должны просто с ним просто теперь вас соглашаться и полностью ему подчиняться потому что он всего добился сам а вы находитесь в его зависимости и вот эта позиция когда с одной стороны вы уже не нуждает в том чтобы решать свои психологические проблемы с другой стороны когда вы нашли из себя и из третьей стороны когда мужчина считает что вы там кто-то должны что-то обязаны вреда позиция эти три стороны практически лишают вас возможности на сегодняшний день нормально существовать в отношениях с вашим вторым мужем потому что ему не нравится что вы не предстоите его лидером и хозяином вашей жизни как он изначально считает ему не нравится что вы изменили что вы обрели гармонию с собой и не нуждаетесь больше в том чтобы с помощью него решать проблемы ему не нравится что вы как бы это сказать стяготите теперь уже больше самостоятельности такой спокойной осознанной духовной самостоятельности духовной самостоятельности личностной и все это ему не нравится и за это он пытается еще больше вас подчинить и пытается обесценить для того чтобы возвыситься самому далее когда вы говорили о том что вот вы сами выдали вашего первого драться то вы наверное хотели насилие насилие для вас было единственным признаком единственным способом подтверждения эмоций потому что подтверждение чувства потому что после того как вы пережили насилие вам сказалось что именно только такой способ является искренним является настоящим когда мышина котенки женщины то есть другие более спокойные проявления внешности и проявления любви вас на тот момент просто не устраивали и это опять-таки не ваша вина вы говорите что вы специально целенаправленно вы не дали мышину на какие-то действия на агрессию на самом деле нет просто вы так требовали от него ласку так вы требовали от него то что вам было нужно и именно поэтому потому что вы видели для себя единственный способ в этом вы этого и требовали другое дело что в этом опять-таки вина не ваша а вина скорее тех кто с вами так вступил и вина вашего первого мужа в том что он ничего не сделал чтобы вас защитить чтобы помочь вам как раз таки пережить данное событие что касается второго мужа то здесь ситуация складывается таким образом что вот исходя из всего того что я вам рассказал на данный момент у вас есть уверенность в том что вы это все преодолеете это вот такая холодная я бы даже сказал мужская уверенность в том что вы сможете этот период преодолеть и возможно мужчина чувствует он чувствует сознательно что вы несмотря на то что боретесь сейчас за свои права что вы активно стремитесь к тому чтобы установить личные границы вы все же не видите своей жизни без этого мужчины вы свою судьбу свою жизнь связываете лишь только с ним и это сам факт вот это дает мужчине уверенность в том что вы от него никуда не денетесь что вы будете все равно с ним что вы просто сейчас ну как бы вот капризничаете что вы волнуетесь спокойно волнуетесь но все равно в итоге вы вернетесь и чтобы эту ситуацию вам исправить повернуть свою сторону и дать понять мужчине что что вы будете идти до конца нужно вот эту уверенность в нем поколебаться а для этого вам нужно самой допустить вероятность того что вы можете без мужчины этого быть жить и что вы может быть не преодолеете этот статус потому что простите мужчине будет невыносимо знать что вы больше в нем не нуждается вы так уже последнее время только показывали что вы не нуждаетесь в нем поэтому до тех пор пока вы не будете сами допускать вероятность что вы может быть не будете в будущем с ним до тех пор пока вы сами не будете уверены в этом у вас может быть не получится показать мужчине что мы действительно готовы на все ради того чтобы преодолеть те ограничения которые у вас есть и поэтому он может использовать различные рычаги давления на вас он может использовать различные там какие-то точки слабые ваши которые считают помогут ему вернуть вас и вот это все вам нужно показать ему что вас не волнует кстати говоря я ошибся и очень немного исправит то что сказал не так дело в том что вы сейчас уверены что преодолеете вот этот вот кризис но в действительности этого может не случиться и если ваша уверенность будет не на сто процентов если вы будете говорить может мы с тобой вместе не будем может быть мы будем жить отдельно может быть мы разведемся то для мужчины это будет серьезнее показаться того что вы настроены серьезно и может быть тогда он будет постепенно как-то смягчать свою позицию давать вам больше свободы и только тогда если вы покажете что готовы абсолютно все ради этого может что-то измениться до тех пор мужчина просто будет над вами как бы смеяться не воспринимаем всерьез то что вы делаете то что вы то к чему вы идете вот примерно так вам поступает примерно так обстоят то обстоят дела а теперь по поводу вопрос который вы написали ну во первых то что я хотел бы сказать значит вот вы пишете здесь что слабый мужчина вам неинтересно значит на первый вопрос вы отвечаете про доминирование мне нравится как мужчина принимает решение берет ответственность на себе слабый неинтересно когда я ответил во первых то не видел диспатичности поэтому по существу ответить вы на этот вопрос не можете ну вообще говоря знаете как вот когда ребенок только рождается ему нужна не свобода ему нужен наоборот контроль и ограничение вам слишком много в детстве давали этой свободы именно поэтому эта свобода для вас скорее несет что-то негативное чем позитивное и поэтому доминирование то есть когда решают все за вас принимают решение но при этом допускают для вас какую-то свободу ту которой вы сейчас хотите да это для вас достает ощущение защищенности именно поэтому вы и тяготетесь к ней к этому доминированию потому что защищенность это то что вам нужно это то что делает вас спокойной не требует каких-то усилий и так далее дальше вы пишите что значит выбираете ли вы мужчин заведомо слабых в чем-то опять-таки на этот вопрос вы по существу ответить не можете и я вам скажу так что вы опасаетесь сейчас по крайней мере что значит будет ситуация при которой мужчина опять вас просто-напросто будет стремиться полностью к себе подчихнить и вам нужно оставить лазейку для себя чтобы в случае чего мужчину можно было подкорректировать чтобы можно было направить чтобы можно было подстроить под себя именно так вы выбирали в принципе своего второго мужа но при этом сейчас когда вы изменили свою позицию и помогли добиться ему того чего он добился вот это уже не работает поэтому вам с ним стало уже некомфортно потому что вы не можете убрать вот это вот его контроль а вместе с этим контроль рождает у вас чувство беспомощности полной беспомощности этой беспомощности вы боитесь потому что она идет из детства эта беспомощность когда вы ни на что не могли повлиять когда вы ничего не могли сделать ничего не могли изменить и вам это естественно не нравится и более того мужчина который любит женщину которая дорожит ей сам никогда к такому не приведет факт что вы не хотите быть беспомощными вы хотите всегда иметь какие-то средства для того чтобы мужчина вам помогал мужчина вам прислушивался к вам мужчин давал бы вам изрядную долю свободы для того чтобы чувствовать что вы на что-то влияете а поскольку вы не влияете то соответственно это раздает у вас неприятное ощущение и дискомфорт дальше дальше вы пишете значит что вы разочаровываетесь в мужчинах которые проявляют слабость в отношении заработка вот довольно таки противоречивое утверждение потому что вы писали в своем сообщении что материя вас не интересует и связываете интеллект заработком да безусловно есть прямая зависимость количества доходов от собственно говоря способности мужчины к выживанию от его силы но говорить о интеллекте как обязательным атрибуте и обязательным требованием для заработка нельзя потому что мужчина может быть бизнесменом и вообще человек может быть бизнесменом и может индустивно чувствовать какие-то вещи но при этом это не будет следствия работы его интеллекта мужчина может быть интеллектуалом в плане поднания в плане науки в плане каких-то вещей формул но при этом настолько сильный интеллектуал что его просто-напросто не принимают не признают одно из определений интеллекта который дается в когнитивной психологии называется степень адаптации степень ассимиляции человека к социальной среде и может быть вы понимаете интеллект в этом плане то есть интеллект как приспособленность человека к жизни и тогда мы говорим здесь не столько об уровне интеллекта сколько о его гибкости о его адаптивности об уровне его подстраиваемости под изменяющиеся условия и здесь мы говорим о скорее особенностях сознания и восприятия человеком окружающего мира ведь такие люди не обязательно могут быть очень умными они не обязательно могут быть интеллектуально развитыми но если они хорошо ориентируются в обществе в том что обществу нужно в том чем оно увлекается то тогда этот человек будет вам наверное соответствовать вопрос заключается в другом связываете ли вы интеллект с умом с кругозором с возможностью поддержать человека с возможностью человека поддержать разговор с умственным багажем с какими-то знаниями может быть даже энциклопедическим поскольку сильно вы цените именно у мужчины потому что еще раз повторю что так значит считаете показатель силы его интеллекта способности как добытчика еще раз повторю что интеллект и заработок интеллект в понимании именно прямом классическом понимании никак не связан в данном случае с заработком яркий тому пример то что люди с двумя высшими образованиями работают достаточно несколько квалифицированных должностях далее следующий вопрос значит который вы пишете значит тут вы все отвечаете хорошо то есть ну тут вы сами все говорите значит по каким требованиям вы значит выбираете мужчин по критерию материальной обеспеченности опять таки и чтобы было влечение значит далее вы называете активность как созидание а не разрушение и то что вы разочаровались разочаровались в лидерстве то есть у вас лидерство было надо сказать ситуативно в том плане что первый мужчина может быть и не был бы лидером если бы не ситуация в которой вы оказались как пара а во второй ситуации мужчина как-то лидером стал но не был готов принимать уже вас то что в другом качестве то есть мужчина изначально лидером себя не позиционировал вот так вот вне ситуации и вы сами вот лидерство не было вынужден чтобы оно было ну по сути сознательным по сути а лидерство как особенный выбор человека и подчинение женщины так же как особенный выбор личности а у вас получается так что лидерство это не выбор а это вот необходимость принужденность и так далее и вот отчасти это как раз то лидерство которое есть сейчас у вашего второго мужа это и есть то самое та самая форма лидерства которая вам нужна но поскольку мужчина обладает определенными особенностями и лидер он не прирожденный а благодаря вам он таким стал то соответственно вы являетесь средством для того чтобы он чувствовал себя лидером а мужчина изначально обладает определенными способностями определенными ресурсами для того чтобы ну как бы нести ответственность за себя нести ответ за свою семью за свою женщину за своего ребенка и так далее а изначально такой ответственности не было потому что все лидеры которые тяготеют деспотии это трус а трус лидер это человек который боится проиграть тот кто боится проиграть лидером быть не может потому что это ну любой имя ведь лидер в случае отличается от тех людей тем что лидер это рам но это первый рам но он такой рам а деспот он низвергает всех к своим ногам возвышая себя почему потому что боится что низвернут его поэтому а вы боюсь даже не сталкивались с вот этим правильным понятием лидерства сейчас вы пытаетесь своего мужчину научить этому лидерству но получится или нет вопрос спорный потому что человек уже взрослый достаточно и если вдруг так получится что вы расстанетесь то следующий мужчина это именно лидер благодаря своим способностям там своим ресурсам средствам и складам ума потому что простите когда ты занимаешь позицию лидерства ты несешь ответственность не только за себя а мужчины не несут ответственности за вас они просто лишь вас подчиняют подчинение не есть ответственность подчинение есть как бы приведение людей к удобной форме этого самого деспот к лидерству еще раз повторю это отношение не имеет на этом все надеюсь что вам помог не помимо нам не это в работе не не получается не это это Продолжение следует...